всем привет с вами сергей проект по и сегодня я хочу поговорить обу новом авторе вообще про нового героя в жанре ретро детективы как вы помните я довольно много уже читал я того же акунина фандорин цикл шикарнейший цикл про него и вам рассказывал то есть в этом жанре прям один из моих самых любимых после этого я бросился искать а кто же пишет еще похожее в это время когда много книг когда следишь за героем который расследуют сложные ситуации когда он растет по службе когда он растет как профессионал как сыщик это все классно тогда действительно к этому герою прикипаешь и ты следишь за его приключениями вот раз фандорин вот входит в этот топ детективов особенно того времени далее я когда начал искать я нашел еще свечина помните я про него рассказывал там лыков там тоже интересный персонаж но сверх сильный там скорее больше такой боевик вот и то же время он очень атмосферный про его книги про точнее про книги с его приключениям вы тоже можете видеть отзывы на моем канале я их еще не очень много прочитал но в принципе сформировал свое мнение николай свечин вот который в таком жанре пишет после этого у меня был заход на еще одного автора антон чиш и его цикл о ван заре там тоже довольно интересный персонаж особенно с первых книг начал как он ходит во все это еще молодой неопытный как потихоньку начинает расследовать но мне не нравилась зацикленность автора на определенном типаже то есть там то он брал одну какую-то сферу жизни и вот про нее там все и рассказывал и как-то мне это казалось ну не знаю немного примитивным саморасследованием что там скрывалась какие там то много крови то все но в общем подробности вы тоже можете увидеть на моем канале отзывы есть и вот после этого как-то я на паузу собственно поставили это детективы и теперь нашел еще одного автора мне его порекомендовали сказали ну вот тебе же нравится фандоре нравится произведение ванзаров тот же тебе нравится и лыков вот смотри еще один персонаж появился довольно специфический ознакомься я с ним ознакомился автор игорь лебедев роман называется ардов это и цикл собственно и фамилия главного героя и вот этого сыщика про которого наверняка продолжение но пока вот существует одна книга и она называется метод римской комнаты существует статьи в аудиоварианте собственный в аудиоварианте я его и прослушал но сейчас хочу рассказать про роман про этого сыщика так как вы знаете довольно тяжело рассказывать про детективы из-за того что ты не можешь рассказать как главный персонаж там ошибается находит у одного подозреваемого другого чтобы не спойлерить и лишать вас удовольствие от прочтения я расскажу общими фразами собственно про персонажа он здесь будет центровой это наш сыщик это илья ардов который внезапно возвращается мы узнаем что у него есть определенные связи даже какие-то деньги но устраивается работать в полицию для чего тоже мы узнаем чуть дальше и берем и берется за делом но так уж получается что он попадает на несвободное место ему чтобы доказать свою прав пригодность начальство ставит указание ты должен в течение трех дней расследовать убийство убийство совершенное с помощью таких было здоровенных булавок естественно главный герой бросается в это расследование рьяно тем более он только-только закончил всю реки там университет у него там проштудировал такие-то такие-то книги он там не мега мозг и на самом деле он читерский вот из всех персонажей вот помните то что я вначале он говорил там лыков у него сила здоровенная он там может любого свалить там фондорин у него своя своя магия как-то не сильно выражена то уже у этого сыщика прям сверхспособности вот серьезно автор зачем-то наделил его смотрите чем первое у него абсолютная память то есть он помнит если вот книжку так вот пролистает он потом может ее в памяти открыть такую-то страницу и прочитать у себя в голове то есть у него прям он все все подробности вспомнит метод римской комнаты который дал название этой книге это когда он будет воссоздавать в полностью в памяти все происходящее например вместо убийства и ему скажут так а вот там подозреваемый стоит какой рост он так перенесется туда линеечкой так и в мозгу померить скажет такой рост ширина лба такая-то и еще такие-то параметры ну слишком уж супер способность серьезно вот такой суперспособность только и раскрывать дела если помните есть современные детективы у дэвида балдачи про амаса я говорю вот того абсолютная память это там ты веришь как он используется памяти понимаешь почему он в жизни это не может использовать и так далее почему какие-то ошибки совершает там как-то все это более профессионально описано здесь же зачем это это прям как просто не знаю рояль здоровенный в кустах и ладно бы он еще этим ограничился нет у него еще есть вторая способность то что он слышит когда вот ему говорят он визуально видит глюки то есть он видит там какие-то ощущать даже запахи привкусы во рту когда человек говорит какие-то неплохие плохие слова врет там и так далее он ощущает там запах миндаля или какого-то такого вот он понимаешь сейчас ему лжет там если кто-то ему говорит где-то голос какой-то слышит к нему приходит вот эти осезание такие вот глюки переключения и на которых он тоже может строить какие-то догадки и прочее что а это вот такой же человек у него такая же чуть ли не аура ну в общем такое непонятное вообще свойство зачем оно было дано не ясно естественно главного героя есть личный интерес мы узнаем почему он захотел всем этим заниматься и разобраться со всем этим и конец романа это как раз таки завязка к тому чтобы он начал заниматься вот этим делом то есть я вам серьезно говорю первый роман он интересный он читается очень быстро там очень много мы там нахватаемся почему тут появился этот персонаж он раскроется вот его способности все раскроются но основная линия основной противник не будет поняла только будет обозначен существует кто-то такой гениальный который за всем этим стоит и что-то там делает потому что на главный герой на илью будут сыпаться одно дело второе третьему там дело дадут и вроде бы там вроде бы случайная смерть одной девушки вроде бы там еще одно убийство с этим не связано он естественно будет ему это все будут давать вы будете знать почему он будет с этим всем расследуем разбираться и финально даже сцена когда будут собираться там практически круг подозреваемых он будет рассказывать вот почему так 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 и все должно произойти и тут будет развязка но развязка будет неполным мы будем понимать что там такое концовка, там такая концовка, которая подразумевает, что вот нам нужно продолжение, я продолжением ознакомлюсь, потому что все равно слог получился легкий в книжке, довольно много юмора, да много, много там будет мошеннических схем, прям сумасшедшее количество, я такое даже не встречал во многих произведениях, тут прям будут скрываться такие, и подставы всякие, как на улицах подставляют, прикидывают, вот кто эту брошку обронил, давай я ее доставлю, она же дорогая, давайте я куплю вам половину, ну вот это как вот разводят людей на улицах, здесь все эти схемы будут, и честно говоря, я даже запутался, а это вообще реальный ретро-детектив или это стеб над жанром, потому что я видел, я видел об стебане методик Фандорина, других персонажей, то есть как-то многовато было юмора, вот для меня показалось, тем более определенный юмор был такой пошловатый, с использованием слов типа там задница, жопа и прочее, прочее, и как-то это мне, для меня, не давало это плюсов для произведения, но в целом, вот почитать такие зарисовки, интересные отсылки там к событиям было интересно, я еще нашел даже одну рецензию на лайфлибе, когда уже прочитал эту книгу, увидел, что кто-то даже не мог понять место действия, то есть время действия этого произведения, там кто-то такой занудный, не так как я, взял, выписал все сводки там, например, обвинение Оскара Уайлда, там первое, там, такое-то изобретение и так далее, все даты повыписывал и показал, что все в разное время происходило, а вовсе никак не в тот период, в котором место действия. Потом там же обвиняют автора в том, что он тут немного подстебет того же Чехова, своего произведения на толстый и тонкий, найдет там не суразиться ошибки, хотя сам будет тоже совершать довольно много нелепиц в своем произведении. Ну и такие какие-то нюансы, вот, в целом, я смотрю по отзывам, его встретили хорошо, это автора, как минимум я, например, хочу продолжение, я хочу знать, что будет дальше, я не стал его фанатом, действительно, вот эти супергеройские способности лишние, как по мне, тем более, по сути, пока это первый роман, еще только становление персонажа, он еще не опен и так далее, ему многое, что простится, там, и влюбчивость его, там, какая-то, и вот эта история, опять же, с этими шапками, шляпками женскими, я сразу вспоминаю того же Ванзарова, помните, он расследовал там, там сумасшедшее количество было про это белье, про все эти женские штучки, было там описание, как я в минус загнал, тут такого нету, но я какой-то отыгрыш к этому увидел, не знаю, задумывал ли это автор, вообще непонятно, серьезно, это Степ, или это просто вот похожесть какая-то, или он взял лучше от этих произведений, как-то такое в единое, вел субурно такое у меня впечатление получилось, в целом я скажу, что роман можно порекомендовать, с ним ознакомиться, в надежде, что будет продолжение, будет второй, третий роман, а там уже посмотрим, куда скатится автор, то есть будут ли там какие-то больше приколы, я не знаю, проработать ли побольше он над персонажем, над основной линией, там, над загадочным его врагом, и прочее, прочее, или же уже скатится вот в такое обстебывание, юмор, и так далее, что мне, например, не сильно хотелось бы. Посмотрим, куда пройдет эта дорожка, читайте хорошие книги, с вами был Сергей, проект ФО, пока!